Почему так важно быть физические находки для твоего тела? Всякие разные упражнения и подвижности, потому что когда ты возрослеешь, назовем это так, то твои мышцы уже перестают, а так хорошо функционируют держатый сплет. От этого шейные боли, позвоночные боли, боли в коленях. Потому что мы с возрастом не молодеем, а изнашиваемся. Из-за этого важны физические упражнения, чтобы укрепить нашу мышечную массу. Почему важно заниматься танцем или пением? Потому что в танце или в пении ты высвобождаешь свою энергию. И если ты до начала танцев или до начала физических упражнений чувствовала какую-то разбитость, плохое настроение, которое тебе испортили, возможно, то после спорта ты как будто энергией наполняешься. Да, ты устаешь, но твоя энергия расстроенного или злого превращается в энергию счастья. Можно это так назвать? Ты счастлив? Ну, по крайней мере, так происходит со мной. После танцев у меня просто какой-то прилив эмоций. Я могу много всего подделать, где у меня просыпается желание и энергия есть на это все. И чувствую себя бодро и классно и счастливо. Ну, и плюс подтянутое тело. Чувствую себя намного лучше после спорта. Потому что каждый день, помимо боли мышечной, я чувствую, как мышцы поддерживают мой скелет. И моя осанка даже становится лучше, походка лучше становится. Уже не нужно втягивать живот. И просто порою достаточно напрячь немножечко пресс, чтобы живота не было видно. У всех он есть, девчонки, у всех он есть. Но я люблю свой. И частично избавляюсь только от лишнего веса. И лишних килограмм на этом месте. Занятия спортом и пешие прогулки принесли мне в мою жизнь в такой новый вид хобби, как фотография, видео, составляние пикетов. Всего лишь на все свободное время выходить в парк. Или просто по углочкам пройтись. Этого добра везде хватает. Вдохновение ловишь. Когда ты смотришь на чьи-то дома, на предусадебные участки, как люди ухаживают, украшают праздником, высаживают цветы, деревья, как цветут. Это все тебя визуально наполняет. Всех спрашивают, куда идти за вдохновением. В театры, в музеи. Можно проще. Идите на улицу. Не идите в шумные районы, где ты бегишь вместе со всеми. Как в даунтауне это происходит. Себе миллион раз останавливала на том стол. Оксана, замедлись. Иди немножко медленнее. Ты же гуляешь. Но этот ритм, видимо, этот поток, люди несутся. И ты даже не замечаешь, как ускоряешь шаг. Я себя так же и в парке могу словить на том, что я лечу. Ну, чем плохо. Это хорошо, если ты спортом пришел заниматься. А если ты пришел прогуляться и просто насладиться, как, в принципе, я стараюсь делать. Наслаждаться и прогулками. И просто, если нужно, с точки А в точку В прийти, не бежать и смотреть по сторонам. Все самое интересное происходит по сторонам. Все замечать и чтобы это сохранилось в твоей памяти, конечно, нужно к этому возвращаться мысленно. Что-то нужно потише сделать к этому событию. Но чтобы это закрепить, знаете, помните, как в детстве мы учили стихи. Его выучиваешь и вечером нужно прочитать. Что-то там выучил и к утру прочитать. Так он лучше запоминался. То же самое про ваши события. Это помогает. И вечером вы вспоминаете весь ваш день. Не нужно неделю назад вспоминать. Вспоминайте сегодняшний весь ваш день. Все события. И смакуйте моменты радостные. Вы, допустим, поговорили с кем-то из ваших любимых людей по телефону. Эмоции вспомните, какие вы получили. Что вы испытали при этом разговоре. Какие радостные моменты были. Вспоминайте все хорошее. Денег не так уж много, что нужно вспомнить, правильно? Делиться этому время. Конечно, все советуют вести дневник. Но это на любителя. Если ты любишь, то, пожалуйста, выкладывай свои мысли на лист бумаги. И это, говорят, очень помогает. Не в моем случае. Я предпочитаю все-таки воспоминания свои культилировать и держать в памяти. На капли. Не все удается сохранить. Как на листе бумаги это удалось бы. Ну, такой мой выбор. Сейчас весна начинается. На улице уже тепло. Местами даже жарко. Днями. Днями даже жарко. Разные. И... Скоро настанет время, когда нужно будет перебрать свой гардероб. Убрать зимние вещи с глаз голой. И сменить этот гардероб на летний весенний. Потому что весна, как правило, пробегает незаметно и быстро. Все быстро распускается. И уже в мае месяце начинается лето. До мая месяца осталось немножко. В общем, весна, считаю, что уже проходит. И... Постарайся хотя бы... Если не в один день, то в несколько дней... Выделить. И пересмотри свои вещи. Перемерь. Все, что растянутое. Все, что ты не хочешь больше. Когда ты одеваешь, ты... Не чувствуешь, что это вещь твоя. Она тебе не идет. Не твой цвет. Она уже растянутая. Либо... Либо испорчена чем-то и восстановить не получается. Но ты эту вещь хранишь, она у тебя лежит. Ты либо эту вещь исправь, если это возможно. Отложи ее прям и... И сосредоточься на этом уже после этого. Прям вещь такая... Которую ты бы хотел сохранить. Либо отложи и отдай нуждающимся. Пожертвуй свои вещи. Большого размера. Которые тебе не идут. Маленького размера. Которым ты... Все, стремишься. Ну... Если ты маленького размера. Ты прям взялась и похудеет. Ты уверена, что это у тебя случится. Окей. Если эта вещь тебе дорогая. Ты в ней классно смотрелась. БЫ! Потому что кто-то померил. И ты видела, что эта вещь будет классно сидеть на твоей фигуре. В таком случае, да. Ее следует оставить. Но остальные вещи перебери. Отложи для... Продай. Раздай. Пожертвуй. Не копи вещевой хлам. Вещи плохого качества. Вещи, которые уже износились. Даже если эта вещь была когда-то очень любимой. Носи все, что у тебя есть в гардеробе. Для своего мужчины наряжайся. Для себя само в зеркале наряжайся. Когда девушка крутится перед зеркалом, наряжается и красится, она еще женщина. Как только она перестает это делать. Я не знаю. Что, как это можно назвать. Что, как это можно назвать. Этот этап. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Эта плитка. Но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. с тобой заговорить, что-то для тебя сделать. Энергия твоя меняется. Очень важно получать от всего удовольствие. Обрати внимание, даже самая рутинная, может, самая рутинная работа или обстоятельства, может принести тебе удовольствие, если ты поменяешь фокус внимания на ненавижу и злюсь каждый раз, когда мне это приходится делать. Внеси какие-то изменения в этот момент. Если это позволяет, поставь аудиокнигу в наушник. Вадим, поставь музыку. Меняй это. Не нужно слушать и всегда одно и то же. В общем, какие-то новшества, изменения приноси. И, возможно, это повлияет и поможет тебе. Иди сюда. Может быть, это поможет тебе как раз-таки не чувствовать это мнение. Очень ласковая сейчас. Иди сюда. Иди покажись, какой у тебя новой рощенник. Были недавно с кошкой. Попали в питомник. Выскочила на улицу. Ее выловили ловцы бездомных кошек и собак. Ну, так как она у меня чупирована, ее сразу опознали и позвонили нам, чтобы мы ее забрали. Ну, и на это время ушло. В общем, ей пришлось переночевать в шелтере. Переночевать в приюте для бездомных кошек и собак. Вот, с этого момента у нее ремешок на шее. Все. Домашняя кошечка вместе с домиком, на котором написаны ее данные, чтобы ее не забирали в следующий раз, если она поймается. Что она чей-то? Чей-то? Чья-то? Короче. Натерпелась она там, испугалась. Моя сладкая. Когда вы меняете свои эмоции, свое настроение, вы этим настроением делитесь с окружающим миром. Все, что вас окружают, животные, растения, люди, все наслаждаются вашим настроением. Женщина – это эмоция. Почему бы в себе не держать только положительные эмоции? Почему бы не быть вот этой вот улыбающейся женщиной, всем довольной и счастливой? Да, всегда будут какие-то проблемы и какие-то нерешенные задачи, которые будут возникать, которые тебе нужно будет преодолевать по жизни. Ну, блин, от тебя зависит, будешь ты на этом зацикливаться или ты все-таки будешь наслаждаться жизнью. Решай задачи по мере их поступления, не копи их на потом. Тогда у тебя не будет груза, с которым ты будешь просыпаться ежедневно, вспоминая задачи, которые нужно еще решить. Это все-таки отнимает твою энергию. Так как задача остается нерешенной, туда уходит энергия, потому что ты обращаешь внимание периодически. И это тебя раздражает, что это нужно еще решить. По крайней мере, так это у меня работает. Ну, все, всем добра, позитива, хорошего настроения. И побольше спрашивайте себя, что я хочу в данный момент. И искренне, и честно отвечайте, и выполняйте по мере возможного. Свою хочу. Все будет хорошо.